Добрый вечер. Меня зовут Катима. Моему сыну у меня до 5 лет. Он не разговаривал. Родился он четвертым ребенком в семье с весом 4,450 кислородным сечением. При рождении он был обвит пуповин вокруг шеи и туловища. Поставили ему гипоксию внутриутробную. Наблюдались у невропатолога, пили лекарства. Вроде бы шло нормально. Старший ребенок у нас в 3,5 года только заговорил. То, когда пошел в садик. Мы думали, 2 года он не говорил. Невропатолог сказал, это очень критично. Пили лекарства. Потом нам сказали, чтобы нам обратились к невропатологу. Невропатолог у нас посмотрел, сказал, все понятно. Начал назначение. И мы стали так же пить. Не стали нас расстраивать, скажем так. Мы опять пили лекарства. Потом кто-то мне сказал, чтобы проверили слух. Может, он не слышит, почему он не отзывается. Вот. И я понесла его у нас тут в Нальчике. И делали аудиметрию. Вот. И в республиканской больнице психиатр нам сказал, чтобы сделать ему аудиметрию, мы должны пропить неолептил. Вот. Какое-то время. И потом только это будет возможно. А так как я нам не сразу сказала, что он аутист. Вот. И, ну, естественно, когда узнаешь о таком диагнозе, как бы сказать, что я много о нем знала, не скажу. Ну, пришла, посмотрела по интернету. Много чего можно было. И симптомов у нас были. Вот. И потом, значит, мы поехали в Москву, чтобы подтвердить этот диагноз. На тот момент нам было 2,5, 2,5 месяца. Вот. Поехали в Москву. Вот. Нам в Институт коррекционной педагогики, там нам как бы аутизм не подтвердили, но сказали, что у нас здесь ко психоречевого развития на органическом уровне. И вот. И что нам нужно пройти там кое-какие, это самое, чтобы это подтвердить или опровергнуть специалистов. Там же в Москве мы нашли специалистов. Вот. Как бы однозначного диагноза у нас не было. То, что там невропатолог ставил назначение, тут же, значит, опровергнили в Институте коррекционной педагогики. Та писала, что не лептил нам надо пить, а коррекционной педагогики, психиатр, сказали, что нам не стоит пить сильных таких лекарств. Но, тем не менее, мы приехали домой, так как бы я не определилась, пришла к местным психиатрам, в садик специализированную его устроила. Мы туда год проездили, там, значит, вели занятия психолог, логопед, дефектолог. В частном порядке мы ходили и к психологу, и к дефектологу. Вот. Пили лекарства, сделали микропавилизацию два раза, потом, значит, делали бак. Так, после, как бы я хотела, вот если я сделаю третий раз микропавилизацию, там, у многих заговорили, детки, и, значит, мы тоже заговорили. И когда мы пошли в очередной раз в микропавилизацию, у нас начались сильные боли. После этого психиатр испугалась, что вдруг мы сильно возбудили, и он стал эпиактивным. И тут же мы сделали энцефалограмму. Вот энцефалограмма показала, что у нас еще незрелый мозг, что еще его нужно активировать. Ну, нам, как вы сказали, отдохнуть. Мы отдыхали какое-то время. Тем не менее, мы не прекращали пить лекарства. Пили лекарства. Вот, потом опять стали, ну, как и ходили, стали продолжать. Начали, как бы, от нас в 30 километрах. А у нас тут на месте пригород, наркала называется, город, были тоже центры, и я стала летом водить его в наши центры. Вот, и кто-то подсказывает.